Звеньгородский Савино-Сторожевский монастырь В Одинцовском округе оборудовали 8 площадок для крещенских купаний. Первая открылась для верующих купель в лесном городке. В 9 вечера в деревне Дунино. В числе самых младших прихожан – 8-летний Лев и 6-летняя Алиса. Они участвуют в обряде омовения уже 4 года подряд. Просто обсуждали праздник, да, и вот, ну, дети сами для себя приняли решение, что хотят, хотели бы окунуться. То есть, ну, в принципе, мы их не заставляли, не уговаривали особо, просто приехали и окунулись. В полночь торжественная служба началась в деревне Сколково. После освещения воды все желающие смогли в нее окунуться. Естественно, это вопрос безопасности. Здесь у нас присутствуют и сотрудники ГИБДД, и полиции, и МЧС, и медицинские работники. В этом году дополнительно мы привлекли волонтеров, которые также помогают в обеспечении безопасности данного мероприятия. Полиция, бригады медиков и волонтеры работали в эту ночь на каждой площадке, где проходили крещенские купания. В Сколкове за безопасностью также следили представители аварийно-спасательного формирования Центра гражданской защиты Одинцовского округа. Мы выставили средства спасения, такие как круги. У нас личного состава пять человек, с собой имеем спасжилеты, будем обеспечивать безопасность на входе и на выходе в купель, помогать людям выбраться из нее. В Сколкове массовые купания на крещение проходят уже седьмой год подряд. Их организацией занимается территориальное управление Ново-Ивановское и сами жители. В этом году они построили две стационарные купели. Чтобы соорудить их, активистам пришлось распиливать лед толщиной 50 сантиметров. Обустройством площадки занимались пять дней. Забивали сваи сюда, железобетонные такие самые, варили их, и все, чтобы народ здесь смог уже долгие годы, чтобы потом уже не переделывать, чтобы могли здесь и делать омовение. Еще одна купель в Крещенскую ночь работала в деревне Жуковка. Желающих совершить омовение здесь выстроилась целая очередь. На холод никто не жаловался, тем более, что под рукой всегда был горячий чай. Ну а после мороз и вовсе нипочем. Супер! Ощущения классные. Да и не холодно. Так ножки немножко подмерзают. Боль уходит, а триумф отстает. И верующие ради здоровья, и для силы, и для энергии. Крещенские купели также работали в Кубинке и других населенных пунктах округа. На всех площадках были оборудованы отапливаемые раздевалки, организована полевая кухня и горячий чай. Всего безопасность обеспечивали около 70 человек и 25 единиц техники. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...